Друзья, привет! Сегодня пообщаемся на тему видеомаркетинга со владельцем компании Q-Lin, а также основателем агентства Q-Marketing с Романом Кумар-Весом. Большой опыт в продвижении больших компаний, в том числе создание стратегии для стартаперов. Собственно, это его новый проект. Ром, сейчас у нас по видеомаркетингу все говорят, что видео – это тренд, надо работать, надо его внедрять в компании. Но когда приходит время к практике, сразу владельцы компании и руководители задумывают, как нам не слить бюджет впустую, где же использовать это видео, все о нем говорят, а что и как. Вот, например, я знаю, ты часто говоришь, что самые ходовые площадки рекламные – это Facebook, Instagram и YouTube. Мне очень интересно, почему они и почему именно YouTube выделен, особенно для стартаперов. Конкретно для стартаперов, возможно, YouTube не выделял больше, что Facebook и Instagram. В целом YouTube очень хорошо смотрится внутри экосистемы каналов. У нас все просто, у нас перформанс-агентство, и на львиной доле случаев наши KPI – это количество заказов и стоимость их привлечения. И так как Facebook и Instagram, например, они форсят видеоформаты, то есть видео контенту отдают всегда больше приоритет как в SMM, так и в прямой таргетированной рекламе, просто дешевле отдают аукцион. Соответственно, это нас побуждает постоянно делать видео. Плюс очень круто заходит Instagram Stories в прямой таргетированной рекламе. То есть вертикальное видео – это такой большой, достаточно серьезный тренд, который плотно прям встанет на ноги, я уверен, в следующем году. Так как в Facebook находится платежеспособная аудитория, и там очень много бренд-последователей и технологичной тусовки Москвы, Питера и люди, у которых есть деньги, которые диджитализированы. Поэтому мы большим количеством бюджета управляем именно в Facebook и Instagram, плюс там еще тусуется High Worth Net Individuals аудитория, а у нас много бизнесов, которые защита рассчитана на супербогатых людей, типа банки, private сегмент и так далее. Если говорить про YouTube, у него за счет экосистемы каналов Google очень круто работает история, когда ты верхнюю часть воронки таргетируешь прероллами, дальше собираешь аудиторию тех, кто посмотрел больше 15 секунд, и их уже через Google Display Network ретаргетируешь крутыми продуктовыми предложениями. Плюс в YouTube можно делать всякие прикольные штуки, ну, во-первых, там можно сейчас таргетироваться по каналам с блогерами, вот, то есть, например, если ты уверен, что у этого блогера сидит твоя целевая аудитория, ты туда начинаешь фигачить прероллы через рекламный кабинет Google, смотришь, действительно ли это так, и потом можешь там какие-то интеграции делать. Вот ты назвал, что верхняя часть воронки – это прероллы, то есть, ну, как я понимаю, в AdWords мы настраиваем рекламу, показываем прероллы, мы можем там базу ретаргетинга на тех, кто посмотрел 15 секунд, мы можем в AdWords настроить или как, это в Facebook мы можем настроить. И в AdWords тоже, в Google Ads можно настроить такую штуку. А там какие варианты по секундам, там 25%? Ой, я не помню, я не помню на самом деле проценты, вот это лучше у ребят моих узнать. Ну, то есть, количество, вот сколько смотрели видео? Может быть, не 15 секунд, да, ну, то есть, какую-то значимую часть видео, в котором там, ну, как минимум, была проблематика озвучена и бренд показан. Как мы базу ретаргетинга сделаем для других рекламных площадок? Вот мы вытащили их на AdWords, а дальше мы показываем также через AdWords? Для других, да, только через AdWords, вот, ну, и можно еще там Gmail Ads добавить, вот, поэтому, то есть, YouTube, он хорош в экосистеме каналов YouTube, в экосистеме каналов Google. Угу, Gmail, это? Gmail Ads, это когда в почте показываешь. А в Фейсбуке, насчет тоже воронок? Ну, в Фейсбуке та же абсолютно система с видеорекламой, ну, плюс там в Фейсбуке преимущество еще большое в том, что там с самого видео достаточно много конверсий, вот, то есть, там само видео, оно достаточно дешево откупает аукцион, вот, и можно, в принципе, даже по ласт клику собрать нормальное количество конверсий, но, как бы, если продукт какой-то сложный, вот, вот, тогда, да, возможно, несколько касаний. требуется. Сначала пропенетрировал аудиторию одним видом видео, потом, допустим, вторым, вот, а дальше уже, там, какими-то баннерами или интерактивом. Еще интерактив очень круто работает, когда ты гонишь трафик через какие-то тесты, там, соревнования, челленджи и так далее. Угу. Вот, тоже слышал тему про интерактив, какие-то, может быть, конкретные примеры есть? Да, куча примеров. Что-нибудь? У нас прямо на поток поставлено, там, для одного из банков мы рекламируем инвестиционный продукт, вот, и там очень много тестов, типа, собери свой портфель, узнай, какой ты инвестор, вот, проверь, оправдается ли твой прогноз и так далее. Вот, весь трафик гонится туда, супер дешевый клик получается, 92-93% доходят до финальной странички, а на финальной страничке уже апселл, плюс какая-то плюшка, которая обещается в обмен на скачивание. Это где делается? Это делается на сайте, на отдельном домене, делается интерактивная механика, обычный тест, по сути, с разными результатами ответов, максимум 10 вопросов, он должен быть смешной, вот, и он должен как-то сооткратить. Соотноситься к тематике продукта или к проблеме, которую продукт решает, вот, но не быть слишком продуктовым, вот, чтобы воронка все-таки набиралась как можно более широкая. Вот, потому что чем больше людей ты наберешь в тест, тем больше людей зашарят варианты ответа, и тем дешевле у тебя будет база для ретаргетинга с аберрацией. То есть это происходит там не внутри, например, Фейсбука, а это с Фейсбука ведется или с Ютуба на этот лендинг, который является этим тестом, где в конце как раз апселл. Да, при этом, кстати, очень круто работает, когда ты с Instagram Stories ведешь на этот тест, вот, этот тест обязательно должен быть адаптирован под мобилку. Кликабельность больше в процентах именно с Instagram Stories. Да, получаешь дешевый CPM, вот, у тебя клик выходит дешевле, потому что это не продукт, а вирусный тест, вот, ну и в конечном итоге, учитывая то, что почти все доходят до конца, вот, как бы ты им показываешь месседж свой рекламный, вот, давая плюшку, они скачивают и дальше продолжают пользоваться. То есть социальные сети, они тогда, когда используют видеоролики, показы, ну, как бы дают какие-то преимущества дешевле, правильно, это прямо на цифрах? Да, это прямо на цифрах, да, поэтому даже иногда запускали баннеры и делали из них видео, там ничего не менялось, вот, но это было видео, статичный баннер, только в формате видео, вот, и как бы для того, чтобы откупать более дешевый трафик. Ага, то есть если мы настраиваем в Фейсбуке два поста, один с сменой баннеров в другой, баннеры как видео загружены, то как бы больше предпочтение дешевле? Да, я не знаю, как сейчас, но там два месяца назад так точно можно было делать, вот, и мы так часто делали. То есть получается дешевле трафик, а второе, в видео можно уместить больше информации? Ну да, конечно, конечно. Ну и вообще, как бы, почему соцсети форсят видео? Потому что видео дает, как бы, пользователю более интересный экспириенс, чем обычная баннерная реклама. Поглубже опуститься, если у нас, вот, первый этап, мы в видео, или в этой баннерке, или в сторис должны о чем-то рассказать. Вот, проект, и что в этом видео вы доносите, когда хотите продать тест или вот перевести на какой-то следующий шаг? Что там нужно давать на этапе, когда человек вообще холодный? Мы делаем просто кислоту адскую, совершенно. То есть у нас, не знаю, кошка летит сзади, сзади нее, у нее из задницы сыпятся деньги, вот, что-то взрывается, короче, и все это под Dark Techno. Вот, короче, то есть задача этой штуки, это, как бы, attention, в первую очередь. Заметили, что бы. Да, заметили, и потом ты уже пишешь, там, условно, еще одну какую-то кислотную фразу, а хочешь узнать, пройди тест. Все. Человек кликает и проходит тест. То есть мы сейчас вообще полностью перешли практически на кислоту. Потому что очень сложно стало завладеть вниманием аудитории. Там человек сталкивается с невероятным количеством рекламных сообщений в день. Вот здесь распечатаны наши баннеры. Все практически рабочие. Если там посмотрите, то они все это иллюстрации, анимация и так далее. То есть это сделано для того, чтобы как раз таки выдергивать человека из спячки и состояние, когда он скучает, листая ленту. Вот, чтобы он обратил внимание на это. Дальше, чтобы у него возник вопрос типа, блин, что за хрень происходит? А потом он бы сказал, о, слушай, круто ребята делают, дай-ка я посмотрю. Все, и дальше он входит в, собственно, сам тест. То есть сначала внимание, а потом только польза. Да. Потому что уже польза везде тоже, и это так не цепанет. Слушай, ну есть же классическое правило маркетинга типа, attention, idea, decision, action. Вот, сейчас просто как бы, ну, больше, тебе больше усилий нужно сделать для того, чтобы получить attention. Вот. А тематики, ну вот такие вещи, это прям во всех нишах можно, может быть, какое-то там, не знаю, деловое какое-то. Вот мы банки рекламируем при помощи такой. То есть это везде подходит, потому что просто, ребят, дальше будет все нормально, адекватно уже. Да. Захватили внимание? Да, да, да. Так, у нас получается, значит, первый шаг, треш-шаг, чтобы перевести на следующий шаг. То есть, в принципе, ты и в компании применяется видео именно на первом шаге, или цепочки из видео тоже используются? Нет, цепочки из видео тоже используются, и еще более того, используется иногда ретаргетинг с блогерами. Вот такая штука прикольная, мало кто ее юзает. Да, ты у блогера, допустим, размещаешься, но просишь его еще и записать ретаргетинговое видео. Типа, чувак, ну что ж ты ушел, да, тебя, не знаю, дудь какой-нибудь, да, тебе говорит, почему ты свалил. Человек свалил с сайта, а не сделав нужное действие, да, его там в Ютубе преследует дудь, который говорит, типа, чувак, come on, какого хрена. Ну, я дудя условного взял, вот так может кто угодно быть, Big Russian Boss и так далее. Вот такие механики мало кто делает почему-то, хотя как бы вполне очевидно. Мне как раз нравится это, то есть Genius Marketing, я подчерпнул, Олесь это использует активно, когда стоит такой чувачок, опершись на косяк двери, такой, ребят, я вас недавно приглашал на семинар, ну, причем, реально, я же видел его видео на эту тему. Вот буквально послезавтра, ну, забейте время, вот запишите себе, и когда к тебе лично обращаться, то есть это интересно работать, я согласен. А если мы начинаем проект продвигать чисто по даркетинговой рекламе в соцсети, или же мы вложили деньги, там, в течение полгода раскручивали страницу, получили там, не знаю, 10-50 тысяч подписчиков, и уже с них какой-то поток. Вот какие примеры, что эффективнее или неэффективнее, когда мы собрали эту базу и ее греем, конвертируем, а не холодный трафик с нуля по таргету? Хороший вопрос, на самом деле очень хороший вопрос, потому что есть примеры брендов, которые вообще, и вы выросли исключительно в экосистеме Инстаграма, да, там, не знаю, типа 12 Stories, да, это такой бренд платьев Екатеринбургский, там, Mixit, это такой бренд косметики, тоже очень крутые ребята, вот, есть этот, как его расцветает, или как называется, кора какого-то, Дуба, вот, которая тоже бешеная популярность была у женщин, вот там, Собчакова рекламировала и так далее, они тоже все росли исключительно за счет Инстаграма. Мне кажется, но, к сожалению, я не знаю, какой там был рой, вот, то есть, сколько, какой выхлоп на потраченные деньги, и там, надо понимать, что это работа для специфичных продуктов, вот, то есть, для косметики, понятное дело, да, потому что у тебя, по сути, господи, делаешь прикольный крутой контент для девушек, да, дополнительно у тебя есть пул блогеров, с которыми ты работаешь по бартеру, и пулл блогеров, с которыми ты работаешь платно. Плюс постоянно запускаешь конкурсы и челленджи, и тебе даже сайт не нужен, ты внутри Инстаграма нормально развиваешься. Если мы говорим про продажу более лайфстайловых услуг, то контентом, например, просто так ты не продвинешь ее. Тебе нужна нормальная таргетированная реклама по целевой аудитории с различными воронками. То есть есть ниша, где есть какая-то экспертность, с которой можно поделиться и объединить людей, есть ниша, где лучше может быть даже только таргетированная реклама и выстраивание воронки. То есть мы не работаем на лояльность и подписчиков, так сказать, а мы работаем сразу на продажи, только согревая через воронку. Когда у тебя есть продажи через социальную сеть, то тебе легко даже после продажи перевести человека в подписчики, поэтому обязательно нужно настраивать триггерные механики, которые бы тебе на чекауте, когда у тебя какой-нибудь аха-момент наступает, да, ты, то есть, не знаю, в восторге от продукта, тебе предлагают подписаться на соцсети. То есть нужно все равно людей уводить в подписчики в соцсети. В соцсетях, допустим, даже после того, как они сделали у тебя заказ, потому что соцсети в этом случае начинают работать как как имейл-рассыльщики. Набираешь там базу и потихонечку контент выкладываешь, люди начинают пользоваться. Если у тебя крутой контент, реально интересный и полезный, и так далее, тогда да, у тебя как бы контент – это такое болото, куда ты затягиваешь пользователей, а потом как бы выдергиваешь его за ногу, чтобы он совершил транзакцию. Окей, я думаю, может быть, зрителям интересно перечислить ниши, как раз, где это используется, может быть, такие самые проекты. Да, окей, каршеринг, банки, практически все частные банки в России. Инвестиционные компании, телемедицина, футек, сервисы по доставке еды. А, по доставке. Как используешь видео на своих проектах? То есть, возможно, например, провел вебинар – это тоже своеобразное видео, которое сейчас лежит в Ютубе, и по определенным темам его можно найти. Может быть, снимали какое-то корпоративное видео в офисе, может быть, рассказывать о своих сотрудниках движухи внутри, может быть, какой-то есть влог. Как лично для себя, для своих проектов используешь видео? Было видео с Максом Спиридоновым на канале «Заметки предпринимателя». Мы его, собственно, разместили в нескольких маркетологических пабликах, крутили его в Фейсбуке чуть-чуть и получили вал адский заказов. И сейчас разгребаемся до сих пор. Таргетировали их по маркетинговым директорам. Просто тупо и все. Сейчас вот запускаю на следующей неделе в Фейсбук Лайф. Буду созваниваться с чуваками из Долины, из Штатов, которые там сидят, маркетологи. Буду их расспрашивать о том, как отличается маркетинг, как отличается венчурное финансирование. Расскажите, что там, как делаете, ребята. Будет такой получасовой, каждую пятницу эфир с таким погружением в том, что там происходит. Ну, то есть лайфы? Да. А потом они будут же использоваться? Да-да-да, потом мы их в Ютубчик будем загружать. И хотите это вот именно регулярно как-то? Да-да-да, хотим попробовать так сделать. Чисто в виде теста. Вот. Посмотреть, как это отработает. На каких рекламных площадках у нас появилось видео со Спиридоновым, да? А на каких рекламных площадках мы можем его сеять? То есть, если у нас есть одно видео, мы можем его эффективно использовать везде. Ага. Какие возможности есть у предпринимателей? Именно если говорить про посевы, то хорошо очень отрабатывают Telegram паблики. Вот. И хорошо работает Facebook таргет. По интересам, если можно аудиторию целевую вашу отсертировать по интересам. Lookalike – это когда вы загружаете свою базу клиентов, и Facebook простраивает похожую целевую аудиторию. Или, например, просто по базе. Если у вас есть база какая-нибудь, вот по ней можно таргетироваться. А насчет Telegram каналов. Видеоролик прикрепляется к определенным рассылкам на определенные темы от Telegram каналов, по маркетингу и системе маркетинга. Да, да. Сортировываете просто каналы, какие вам нужны. Маркетинг, Product Manager, Growhacking, не знаю, где ваша аудитория сидит. И, собственно, договаривайтесь с админами, так же, как с блогерами, по сути. Вот, только чтобы они текстовые описания сделали и ролик выложили к себе на канал. А look and like – от скольки количество аудитории? Вообще от тысячи, но сейчас от сотни он позволяет. А, и по эффективности? По эффективности, ну, желательно вообще там минимум тысяч пять, ну, в идеале. А так, ну, а тысячи мы делали вообще, то есть у нас есть база маркетологов, номеров телефонов маркетологов всех в России. Вот, директоров по маркетингу мы просто ее загрузили и начали по ней крутить. А ВКонтакте не… Не-не-не, там нищеброды сидят. Почему такие выводы? Ну, просто мы делаем много попыток, там, оттуда вытащить платежеспособную аудиторию, вот, но очень сложно. То это всегда танцы с бубном, вот. Сейчас они обновляют рекламный кабинет, я думаю, что смогут сделать что-то нормальное, вот, но пока что, как бы, он очень сильно проигрывает Фейсбуку. И, собственно, по возможности таргета рекламный. И по возможности таргета, и по севам он очень сильно проигрывает Телеграмму сейчас. В ВИБУМ можно, можно в Твиттере сеять, вот, можно там, в Линкедине сеять, можно там, господи, чего еще, может там, если это вертикальное видео, то в ТикТоке посеять, у мьюзеров, у опинин лидеров там. Через ВИБУМ это, как бы, мы все это размещаем, ну, если не рассматривать соцсети, там какие-то киносайты, ну, это часто, как называют, выстрел по воробьям, а это вот какие продукты вы решились потратить на деньги, там дороговато. Это нужно, если тебе, например, нужно вытащить видео в топ Ютуба, вот, у тебя там предпродукт для супермассового сегмента, или у тебя какая-то интеграция вирусная, и ты, там, один потраченное, там, на каждой потраченные, там, два рубля получаешь еще, там, два органики. Вот в этом случае ВИБУМ работает очень хорошо. Ты вкидываешь туда денег на первичную, как бы, аудиторию, а дальше твой ролик начинает потихоньку, потихоньку раскручивать. Вот. То есть это было в комплексе с AdWords рекламой, или это было вот ВИБУМ просто закинули? Нет, 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 в комплексе, конечно, совсем. В комплексе, а как определили, что и ВИБУМ именно давал плюс какой-то? Ну, потому что по очереди запускали, ну, то есть разные пробовали, попробовали AdWords, посчитали, потом остановились, потом попробовали ВИБУМ, посчитали, остановились. И на сравнении что? Да. Ну и на сравнении, блин, сейчас не вспомню, честно, уже результат, но чтобы просто не обманывать никого. Я понял. ВИБУМ, он какой-то результат дал. Да, сто процентов. Поэтому мы его многим клиентам рекомендуем. Я читал недавно статью на американском Фарбзе, по-моему, они говорят, что реально через вебинары сейчас, там все повально, короче, рекламируют продукты через вебинары, причем, даже, не знаю, доставку еды. Доставку еды ты рекламируешь через вебинар, который, типа, учит тебя, там, я не знаю, готовить и так далее. У нас много американских клиентов, у них сейчас немножко такой поворот в сторону контента, они прям очень жестко упарываются в контент-маркетинг и в дистрибуцию его. Тема с вебинарами прям жутко горячая, там растут прям и площадки для создания этих вебинаров, и там чуваки, которые цепочки настраивают, вообще, пушка. Ну, в вебинарах самое сложное, это собрать аудиторию на вебинарах как первый шаг и как раз соотнести на эту ту тематику, которая заинтересует, при том, что она около тематической продукту. То есть про еду интересные примеры, а еще какие-то есть примеры? Ну, понятное дело, что в образовалках все это делают, вот абсолютно, да, это прям классический пример, что все ведут трафик через вебинары. АСАС-платформа, вот все, ну, то есть абсолютно точно через вебинары. Там автоматизация маркетинга, тоже через вебинары, где рассказывают про сложный продукт, вот, а потом апселят внутри вебинара триальную версию, а потом в триальной версии апселят как бы премиум версию. А автовебинары тема? Вот, слушай, ну это как бы, это такая мечта типа всех сделать автовебинар, ни у кого пока не получилось сделать автовебинар такой, чтобы он типа был по показателям такой же, как и обычный вебинар, что там только не перепробовал народ, я знаю, там и постоянные комментарии, какие-то полуживые, ну все равно люди прочухивают, что это автовебинары, короче, нифига, не конвертируются. Кстати, получается, мы на первом шаге можем продавать не тест, а вебинар, как раз это начало, вариант цепочки, начало цепочки, да? Вообще любой контент, то есть тест, это может быть статья на каком-нибудь там ресурсе уважаемом, да, это может быть регистрация на вебинар, это любой какой-то value, который дополнительно обогащает как бы бренд. А прямые трансляции, которые, ну, говорят, что, вот мы проверяли сейчас на социальных сетях, там, на фейсбуке, если прогоняешь много прямых трансляций с нормальными темами, это очень хорошо разгоняет группу с точки зрения, ну, процентов, сколько смотрят из всех. Да, потому что, когда ты запускаешь прямую трансляцию, всем подписчикам приходят уведомления. Это, типа, один из немногих способов всем подписчикам группы отправить уведомления о том, что, вот, чувак, смотри, начался лайв. Ну, это тогда просто супер инструмент. Да, да. Ну, мы так делали, там, когда помогали одному САС решению в Штатах, вот, как раз-таки мы каждую неделю фигачили вебинар внутри группы, и там очень хорошая конверсия была потом. Там большая воронка была такая, ты сначала, типа, заходишь, регистрируешься, вот, тебе там есть какой-то триал-версия, потом тебя загоняют в группу подписываешься, ты подписываешься в группу, в группе тебя начинают говорить о том, что вот записывайся на вебинар, ты записываешься на вебинары, и на вебинаре тебе уже рассказывают про возможности системы, собственно, и почему тебе нужно там, да, купить премиум. Угу. А еще тема рассылки в социальных сетях не через e-mail маркетинга, а вот, например, там ВКонтакте, и точно есть там какой-то плагин, где собираются детали. Мы пока не пробовали ВКонтакте, вот, мы пробовали через Facebook Messenger делать рассылки в Штатах, ну, не рассылки, вернее, интеграцию Facebook Messenger в прямую таргетированную рекламу, когда ты проваливаешься и попадаешь на диалог, а не на сайт. Вот это работает вообще пушка. Очень круто. Угу. Ну, для Штатов, потому что у них нет фрагментации между мессенджерами, они все сидят в Facebook Messenger. Ну, я советую выступать на конференциях, на самом деле, с кейсами. Это прям самый трушный способ привлечь к себе клиентов и вообще внимания. Вот прям на поток поставить, найти пиар-агентство, которое тебя будет заниматься тем, что постит статьи вместе с тобой, придумывает и дистрибутирует их в СМИ и которые тебя отправляют на конференции. Все, это как бы лучший способ для нетворкинга. Вот все мои подписчики там в Facebook 10 тысяч, они собственно ко мне пришли из конференции исключительно, ну, из публикаций. Ты говорил о том, что тебе нравится подход, связанный с менторством. То есть, когда-то тебе кто-то помогал и у тебя сейчас есть, ну, как можно назвать их учениками, сколько их? Сейчас около трех. Около трех? Да, но на них времени вообще катастрофически не хватает. Вот я сейчас сам себе ментора ищу, на самом деле, у меня этого тоже не хватает, потому что хочется, чтобы какое-то дополнительное value получить, дополнительный доступ к каким-то знаниям сакраментальным. Вот, к сожалению, нет пока такого человека. Супер. Просто мне нравится очень подход того, что все с другом делятся чем-то полезным, помогая, чтобы идти к общим целям. Да. Ну, я рад, что мы делимся информацией. Я рад, что… У нас ламповая тусовочка очень. Ты сегодня все это рассказал. Очень будет здорово, если мы увидим примеры видеороликов креативов. Обязательно. Потому что это очень и нам прокачает мозг, зрителям, предпринимателям. И большое тебе спасибо. Окей. Спасибо, что позвал. Круто. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!